Когда мировая политика стала выходить из ступора, то оказалось, что повестка-то в общем не изменилась. Что было, то и осталось. Конфликты вернулись и даже приумножились. Вы, несмотря на скованные ныне условия в мировой политике, активную деятельность продолжаете вести. Кажется ли вам, что все-таки это стало каким-то потрясением, и вы чувствуете другие настроения у своих собеседников на высшем уровне? Вы сейчас сказали, что конфликты вернулись, когда стало полегче. Ну, собственно, они же никуда и не делись. Ну вот сейчас многие говорят о второй волне, о том, что ситуация возвратилась, по сути дела, к весне этого года. Но посмотрите, что происходит в Нагорном Карабахе. Куда же этот конфликт никуда не делся. Дело даже не в конфликтах. Мне думается, что необходимость борьбы с пандемией не сплачивало международное сообщество. Всё-таки нам нужно предпринимать системные меры для разрешения застарелых проблем. Это касается и Ближнего Востока, это касается сирийского кризиса, кризиса в Ливии. Да мало ли каких ещё, их полно. Это терроризм и так далее, и так далее. Та же экология. Поэтому пандемия нам здесь не поможет. Но вот что касается осознания того, что при очень острых глобальных кризисах действовать нужно сообща, вот здесь всё-таки пандемия играет на руку. Но это, к сожалению, пока не научило человечество объединяться на 100% так, как это требует ситуация. Ну, например, вот смотрите, я некоторые кризисы сейчас упомянул. Мы же обращались, в том числе и с площадки ООН, допустим, по гуманитарным соображениям, хотя бы на время отменить все ограничения в экономике и в гуманитарной сфере. Я сейчас совсем не имею в виду там санкции в отношении России. Бог с ними, мы справимся с этим. Но много других стран, которые страдали и до сих пор страдают от коронавирусной инфекции, но нуждаются даже не в той помощи, которая может прийти со стороны, а просто в снятии ограничений, хотя бы в гуманитарной сфере, повторю, в поставках медикаментов, в кредитных ресурсах, оборудовании, обмена технологиями. Это гуманитарные вещи в прямом, чистом виде. Нет, ведь так и не отменили никаких ограничений, прикрываясь какими-то соображениями, которые ничего общего не имеют с гуманитарной составляющей. Хотя в то же время все говорят о гуманизме. Но вот всё-таки надо быть почестнее друг с другом и избавиться от всех этих двойных стандартов. Но всё-таки вот эти месяцы, они показали, вот знаете, я уверен, что то, что я сейчас говорю, и если люди это услышат с помощью средств массовой информации, ну, трудно ведь не согласиться с тем, что я сейчас сказал. Ну, трудно, каждый вот в сердце, в голове наверняка скажет, ну, конечно, правильно. Ну, по политическим соображениям всё равно публично будут говорить, нет, надо сохранять там какие-то ограничения против Ирана, против Венесуэлы, против, там, не знаю, против Асада. Ну, при чём весь Асад, если народ простой страдает? Дайте хотя бы медикамент, дайте технологии, дайте хотя бы минимальные кредитные ресурсы целевым образом на медицину. Нет. Поэтому, с одной стороны, вроде как желание есть объединяться, но практического пока, вот просто практического результата реализации этого желания я, честно говоря, по большому счёту не вижу. Хотя, так, тенденция такая существует. Ну, а что касается технологий, то другая сторона дела. Что касается технологий, ну, конечно, вот все эти онлайн-обучения, телемедицины и прочее, 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 все современные цифровые технологии, которые и так пробивали себе дорогу, они, конечно, пробили такую с помощью пандемии огромную брешь в прежних системах регулирования. Они заставляют политиков, специалистов в области права, в области административного регулирования двигаться к принятию решений более быстрыми темпами, чем это было до сих пор. И это, конечно, безусловно, меняет мир. Спасибо большое. Ещё один вопрос вдогонку вашему выступлению. Вы чётко сказали, однозначно, что главная ценность – это жизнь и безопасность людей, говоря о стратегии борьбы с эпидемией. Но стратегия понятна, но тактика-то разная. И вот весной очень оживлённую критику вызывала позиция стран, которые шли своим путём, ну, например, Швеция и Белоруссия, которые не закрывали экономики и не следовали вот этим тотальным карантинам. Там было много аргументов «за» и «против». Прошло полгода, и мы видим сейчас, что, в общем, весь мир на самом деле идёт путём этих стран, а не так, как действовали весной. И вы сами вчера, по-моему, сказали, что никаких новых закрытий экономики не предвидится. Значит ли это, что всё-таки в этом балансе баланс меняется, баланс пользы экономики иногда тоже должен смещаться? Ну, вы знаете, у нас не меняется ничего. Я скажу, я не знаю, как там Швеция, хотя, ну, знаю, сейчас тоже об этом пару слов скажу. Как в Белоруссии, это всё, что там делается в других странах, это делается руководством этих государств. У нас как было, так и есть. А именно, жизнь и здоровье граждан без всякого сомнения на первом месте. Но, безусловно, что жизнь и здоровье связаны с системами здравоохранения, которые должны иметь серьёзную поддержку со стороны федерального бюджета и других бюджетных уровней. А чтобы бюджет наполнялся, экономика должна работать. Всё так взаимосвязано между собой. Нужно найти вот этот баланс. Мне представляется, что нам удалось этот баланс найти с самого начала. Мы предприняли ряд очень серьёзных шагов по поддержке экономики. Это общий объём – 4,5% ВВП. В некоторых других странах и больше. Но вопрос даже не в объёме выделенных ресурсов, а в эффективности их использования. На мой взгляд, и сегодня тоже мы с правительством обсуждали ряд тем подобного рода, на мой взгляд, нам всё-таки удалось точечным образом, используя достаточно большие ресурсы, которые мы приобрели за предыдущие годы, используя макроэкономическое здоровье нашей экономики и макроэкономические показатели, опираясь на всё это позитивное, что было сделано за предыдущие годы, нам удалось достаточно эффективно использовать эти средства, поддержать и граждан, и семьи с детьми, поддержать малый и средний бизнес, поддержать даже крупные предприятия и отдельные отрасли. И в целом ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким ограничительным методам, как это было весной этого года. Например, когда мы отправили людей в оплачиваемый отпуск и закрыли целые предприятия. Нет такой необходимости. Ещё и потому, что наша медицина сработала достаточно эффективно. А сейчас у нас резервы созданы, резервы коечного фонда, лекарства появились, протоколы лечения появились. Медики наши уже понимают и знают, что и как нужно делать. То есть уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами. Вот это первое. Второе. Мы ведь с самого начала, я хочу вам напомнить, имея в виду огромность нашей территории, мы с самого начала говорили о том, что значительную часть компетенции мы передаём для решения на уровень субъектов Российской Федерации. Кстати говоря, посмотрите, по сути, по этому пути пошли потом все крупные страны. Ну, все. Потому что это оказалось верным подходом. Сегодня нет такой необходимости. Экономика восстанавливается. У нас перерабатывающая промышленность восстанавливается. Агропромышленный комплекс даёт очень хороший результат и прирост даже. Экспорт восстанавливается. Да, у нас есть вопросы, которые мы должны ещё таргетировать. Но у нас, посмотрите, макроэкономические показатели в принципе приемлемы. Значит, сокращение экономики у нас во втором квартале было 8%. В США, скажем, 9%. В еврозоне, по-моему, 5-14,7%. Вы упомнили про Швецию, которая не вводила никаких ограничений. Но и у них оказался спад экономики. Сначала они обнародовали цифру 8,3, потом скорректировали чуть меньше 8,7, по-моему, и 7, что ли. Но вот, пожалуйста, понимаете, вот они не вводили никаких ограничений, не занимались тем, чем мы занимались, поддерживая граждан и экономику. А результат тот же самый. Слишком всё взаимосвязано в современном мире. Но уж если спад экономики неизбежен, ну тогда надо в первую очередь позаботиться о людях. Эта логика безупречна. И уверен, вы с этим согласитесь. Что касается Беларуси, президента Лукашенко, я с ним разговаривал много раз. Он прекрасно понимал всю угрозу коронавируса. Но в Беларуси нет ни таких золотовалютных резервов, нет такого разнообразия экономического ландшафта. И, как он говорит, вынужден был просто сохранить дееспособность экономики. Но в целом у них ситуация не хуже, чем в многих других странах, на самом деле. Поэтому у нас такого выбора нет, не было, в первую очередь, люди, здоровье и жизнь. И нету, и сейчас нету. Мы сейчас не собираемся, нет необходимости вводить жёсткие ограничения. Нет необходимости закрывать предприятия. Есть необходимость скорректировать поддержку отдельных отраслей, скажем, малого и среднего бизнеса. Некоторые направления этой работы требуют дополнительной поддержки. Может быть, продление тех мер льготирования, которые по налогам, ещё по некоторым направлениям, которые были введены и которые в ближайшее время должны закончиться. Есть необходимость внимательнее посмотреть на перевозки, на транспорт, на систему, на сферу обслуживания. Мы это всё знаем, всё видим и будем продолжать работать по этим направлениям. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...